Что мы дальше видим? Вывел нас оттуда рукой мощной, простертой мышцей. А если бы, благословен он, не вывел предков наших из Египта, то мы все, дети наши, детей, остались бы в рабстве у храонов в Египте. Почему? Даже быть мы мудрецы, разумные, почтенные старцы, в следующем законе Божьем, мы все-таки обязаны рассказывать об исходе из Египта, а кто побольше толкует об исходе из Египта, тот достоин похвалы. То есть, если посмотреть на историю, мы сейчас, в 2024 году, египетское рабство больше 3300 лет. Неужели, если бы не Божье чудо, мы бы так и сидели? Все в мире изменилось, Египет уже не тот. Сколько империй поднялось и опустилось, и разрушилось, с тех пор, и что вы сказали, вот если бы мы, все равно, мы бы сейчас были рабами в Египте. Ну, как-то нелепо звучит, да? То есть, потому что из тех, кто был рабами в Египте, тогда никто не остался. То есть, Господь управляет, и, собственно говоря, ответ на тот вопрос такой, что все, что происходило, вот вся вот эта история, которую мы сейчас не упомянули, с крушением того Египта, с крушением там империй разных и так далее, это все дело рук Всевышнего, и Всевышний управляется, наша история управляется Всевышним. Даже если мы очень умные, даже если мы почетные старцы, какие-то старцы наделенные властью какой-то, даже если мы праведные какие-то, ни наша праведность, ни наш возраст, ни наша мудрость, ничего не дало бы нам власти самим выйти из Египта. То есть, можно сказать, а если бы мы собрали всееврейские советы, настолько лауреатов Нобелевской племии в народе, и сколько у Египта нету. Если бы мы собрали Всемирный совет евреев в Египте и думали, как бы нам отсюда выбраться, вот как фараон сказал, давайте исхитримся. Если бы сказали, а давайте мы, евреи, исхитримся, мы исхитреем, давайте мы их пересхитрим и выйдем отсюда, нет шанса. Поэтому никто не может сказать, как я мудрый, я бы в эту историю вообще не попал. Или я старый, меня бы в рабство вообще не взяли. Или да я праведный, со мной этого не случится, я же Тору соблюдаю, я же то-то и то-то и то-то. То есть в жизни любого человека происходит избавление из рабства, от которого он сам никак не может избавиться. То есть для своего спасения, для своего избавления человек нуждается во Всевышнем. Не праведность, праведность, да, тут как, да, если мы в следующем законе можем, даже если мы вот праведники по закону, праведники, закон бы не спас нас. Если мы умники, разумники, мудрость бы не спасла нас. Старость, почет, власть, ничего бы нас спасло из рабства. Ничего не спасает из рабства, кроме как мощная рука и простертая мышца. Нет другого инструмента для спасения, для избавления, кроме как такой инструмент. То есть получается инициатива по нашему спасению все-таки не от нас, а от Бога выходит. Да, Бог услышал вопль. Вопль был, но вопль это не совсем инициатива, вопль это выражение вот этой искрящейся вот этой, искрящейся вот этого уголька. инициатива всевышний выбил и как бы мы не были грамотны, праведны или еще чего-нибудь, то это бы нам не спасло, это бы нам не помогло. Можно сказать, что вот я живу в Германии и рабство обволокло меня не потому, что я стал там неправедным или глупым, а оно просто нарастало, нарастало, я думаю, так и происходило, наверное, и я стал в нем как в тести утонул, как бы скажем, и теперь также извне должно произойти от Всевышнего и освобождение, то есть тут не вылезешь и не попал ты туда, потому что ты там плохой, но так у меня ощущение, что оно обволокло, вот сейчас вот здесь, где я живу, оно такое все, неправедность, это рабство, душевное, это давление, оно обволокло, и я жду от него выхода. можно так сказать, или нет. то есть есть как бы избавление, но мы видим в Сыне Божьем избавление, и как Бог послал в этот мир, чтобы слова Иоанна, всем известно, каждый верующий не погиб, но я известно, но это инициатива всеочнего, всеочний послал в этот мир, а все остальное это так погибает, послан кому, погибающим овцам, то есть все, что ты можешь сделать, это ощутить себя погибающим, вот этот вопль, мы погибаем, Гевал, спаси меня, и это ощущение на этот, как услышал Господь, смыше как всеочний, я услышал крик, все, что ты можешь сделать, это кричать. Но сегодняшний день это подавленность вот эта, ну может быть политическая, может еще какая-то, где люди живут как-то не так, как раньше, оно нарастает, и желание вырваться из этого, это же тоже выход из рабства, или я просто не прошел. Да, то есть ты не можешь быть свободным, пока ты не можешь жить со твоим внутренним миром, а тебе говорят здесь потише, здесь совсем без звука, а здесь вот обязательно громко и так далее, то есть конечно, конечно, да, твое положение, оно намного лучше, чем положение раба в Египте, или раба в Риме, или там еще кого-то, но это не свобода, она существует, и чувствительность-то, она тоже усиливается. Вот интересно, сейчас просто вспоминается вся история, вот как это все происходило, понятно, что вот эта отлеющая надежда, она от того, ну пророчества, да, которое Якову было дано, то есть иди, и там поработят, и там будешь там порабощение, а потом выведу тебя, вот это то, что вдохновляло их взывать, да, ну вот этот крик, вот произносить, то есть ну есть же обещание, да, а с другой стороны, они помогут, ну как бы в кавычках, не помогло ли это же обещание смиряться перед рабством в определенном смысле, ну там же было сказано, что поработят, так что, значит, не надо и сопротивляться было еще, ну вот, опять же, с одной стороны надежда, с другой стороны смирение перед какой-то волей, творца было ли это, вот я не знаю, может так возможно. я не знаю, как бы, оно, наверное, рабство приходит незаметно, не то, что человек незаметно согласился, человек не отследил, как его поработили, проснулся, уже раб, а вот другое дело, что смиряться с этим, ну нам же Всевышний повелел, нам же Всевышний сказал, что вот, ты что приходишь, да, что ты пришел, мышь, у нас еще по квитанции вот столько-то лет сидеть, ты куда, да, то есть, вот этот вопрос, и тяжелая работа, но у нас же вот Господь вот так вот, да, и они не слушали его из-за коцаруах, коцаруах, это невозможность вдохнуть, то есть, невозможность, вот этот короткий, руок, дыхание, да, невозможно послушать, невозможно, невозможность долгого дыхания, невозможность охвата плана временного, и поэтому вот это ощущение, ну да, мы говорили, что сейчас рабы потом когда-нибудь выведут, ну да, когда-нибудь выведут, да, сейчас Бог так предусмотрел, чтобы надо быть рабами, и давай смиренно будем рабами, вот это смирение, оно, я думаю, было, опиралось, в том числе, и на обетование, то есть, каждый заведет обетование по-своему. Но еще такой момент есть, чем дольше ты раб, тем труднее тебе освободиться. Да, но ты уже привык, ты другой жизни-то не знаешь, как всю жизнь так, и уже привык к какому-то, как сказать, ну, расписанию, ты знаешь, какие у тебя обязанности, тут ты знаешь, а туда идти, а туда идти, а туда идти как, да, как вот сказал еще еврей, который пережил, освенцем, психолог сказал, первыми сгорели те, кто думал, что это скоро кончится, потом те, кто думал, что это никогда не кончится, а те, кто стал наполнять свою жизнь повседневным смыслом, вот они и выживут, да, то же представься египетское рабство, и ты уходишь, это же 400 лет, ну, и чем мне дергаться теперь, да, у меня на 400 лет, нет, как человека, которого посадили, пожизненно, то есть, я вот тут раб, и дети мои будут, потому что 400 лет, потому что куда, что-то теперь делать, или там, мы только ждем, чтобы это вот скорее кончилось, да, и вот сейчас, Господь придет и нас спасет, а потом понимаешь, что есть вот этот срок, и трудно наполнить строк этой жизни, то есть, человек же, ну, были, наверное, люди, которые родились и умерли в египетском рабстве, как вот их жизни, мы сейчас говорим, про вытянь, или вытянь, вот он родился, там прожил 80-90 лет своих, и умер в египетском рабстве, он же наполнял какую-то жизнь смысл своей жизни, да, то есть, понимание, что вот это вот часть одного чего-то большого, или непонимание этого, и ощущение, когда что, Господь меня заберешь, когда я свое, отживу и уйду отсюда, вот это две стороны, да, и внутреннее ощущение смысла, что я живу, может быть, я это не увижу, но мы отсюда обязательно выйдем, ну, конечно, и всегда, все двухсотдесяти лет, не все эти годы были в рабстве, но был огромный период, когда человек думает, а как я уйду отсюда? Еще вот текст очень сильно напоминает десять речений, только получается, что, ну, вот эта вот Агада, да, она же основана тоже на словах Всевышнего, но слова, сказанные раньше, почему сильно напоминает? Рабами были бы, помните, как называется, я Бог твой, который вывел тебя из Египта, то есть, ну, вот то же самое, были рабами, и именно я тебя вывел, а потом уже все остальное, то есть, все наши отношения, все, что там было, вот как бы в самом начале есть милосердие, в самом начале был я, все равно в этом процессе, вот здесь, как бы прослеживается, что это как бы преамбула перед десятью речениями, даже весь рассказ. Почему? Потому что, как, ведь Бог не просто вывел, он заключил завет, вывел, заключил завет, сенайский, с рабом невозможно заключить завет, как с наркоманом невозможно договорить, то есть наркоман, вся его свобода воли подавляется дозой, потому что, скажем, будучи в состоянии, он за дозу сделает что угодно. Господь вывел, чтобы ты был свободным человеком. Твоя свобода, ты сам собой стал, вот это твое внутреннее получило реализацию, Господь убрал все оковы, дал тебе полную свободу, и вот с этой свободой Господь говорит, теперь выбирай. Начинается с того, что я тот, кто вывел. А теперь, смотри, можешь, смотри, вон там ей кипит, вот тут жизнь, вот смерть. да, то есть, говорить человеку какие-то заповеди и давать человеку Тору, нужно, прежде всего, как декларация свободы, я Господь, который вывел тебя, я Господь, я гарант твоей свободы. Ну, вот это вообще. Как объяснить рабу, что такое свобода? Одно дело, когда человек был свободным, и он попадает в рабство, ну, у него еще есть какие-то воспоминания, что такое была свободная жизнь. Тот, который родился и в своей семье видел такую ситуацию только, вот это рабство, и как дети считают психологически, все, что в семье, это нормально. Как вот этим вот детям, родившимся в рабстве, внукам, родившимся в рабстве, вообще объяснить, что такое свобода, и по большому счету, зачем она нужна? Ведь все так, мир устроен так. А теперь, Бог говорит, не так, свобода, оказывается, Маше, говорит, есть. Надо попробовать дать. Надо попробовать дать. Как-то, как-то, у меня была девочка, ездила дома, первый раз, и положил еду, и сказал, ешь, куна кушай. Она спросила, сколько? Сколько хочешь. А как это? Ну как вот, сколько ты хочешь, ешь. И вот, такое удивление, того, что можно взять, сколько хочешь, можно выйти, куда-то пойти. То есть, Господь дал попробовать, выбил и дал попробовать. Ну, есть еще, кроме того, что, опять-таки, вот этот уголек, он же хранит легенду, как было раньше. То есть, мама с папой рассказывали ребенку, что так было не всегда. И так будет не всегда. И свобода, она, ну, была, скажем, как память семьи, да, как понимание того, что мы сейчас порабощены, и нас Господь обязательно освободит. Была вера в Бога, который, есть дух, а дух – это свободное движение всегда, да, то есть, память была. Вот как, как, мы говорили уже про это, если человек однажды попробовал апельсин, даже если он никогда не пробовал апельсин, то ему будет память об апельсине. Ну, есть какие-то вещи, о которых рассказывают, там, в семье говорят, ну, что тебе марципанов дать или что-то, есть какое-то представление, хотя бы на уровне обросшей легенды, но есть. А здесь не так много, не так много времени прошло, не забылось, вот этот уголек горел, поэтому помнилось, что мы так в свободе предназначены, мы здесь, мы уже привыкли, но это не наше место, все-таки, как вот мы говорим, начали с того, что человек живет в Польше, и дед его живет в Польше, и прапрадед его живет в Польше, а он, каждый пресса говорит, в нынешнем году здесь, в Кракове, на будущий год, в Иерусалиме. Ну, ты что, ты бредишь? Какой Иерусалим? Вы тут уже живете, а он помнит, да, откуда у человека память об Иерусалиме, если он там никогда не был, если все, что он видел, это Краков, и самое далеко, куда ехал, это Варшава. То есть, так же у евреев там это было, но чтобы это, как сказать, это народное предание сделать правдой, вот здесь дали почувствовать народу, я думаю так. Тут еще хочется отметить, что действительно, выйдя на свободу, нужно ощутить эту свободу, потому что многие, выйдя на свободу, посмотрели на эту свободу и сказали, вот это свобода, так это и рабство, вот там была свобода, вот там были мясо, там было то-то-то-то-то, то есть, когда им вывели их на свободу, они посмотрели на эту свободу, для них эта свобода как будто и рабство. Если человек хочет свободы от ответственности, то ему прямая дорога в рабство, свободы от принятия решения собственной жизни. Если ты живешь, и ты знаешь, в 9 утра будут хлопья с молоком, а в час дня будет обед с компотом, а вечером пудинг шоколадный будет обязательно. Классно же, да, ни за что не надо отвечать. Свобода, это же еще и умение отвечать за себя, и это требует взращивания в себе этого ответственного за себя человека. Это процесс, освобождение процесса. Это такая книга, по-моему, есть, по-моему, Шоушенко, есть экранизация одноименная, когда там просидевшие большую часть жизни, и когда им говорили, что тебя скоро отпустят, там амнистия какая-то, да, у тебя срок подходит к концу, многие не хотели выходить, потому что жизнь была вся размерена, жизнь была вся расписана, да, на самом деле. И свобода там, за стенками, для них это было, это же смерть. И многие жизнь поканчивали самоубийством, чтобы не выйти туда, за эти стены тюрьмы. Да, я думаю, в Египте было похоже, да, поэтому есть как толкование, что пятая часть только вышла, что не все пошли. Это одно из толкований, но оно есть. что-то месте. Играет hilft,! Продолжение следует...